Всем привет, друзья! Меня зовут Никита. Большое спасибо, что включили этот ролик. Вы смотрите канал Крим. Хочу вас поблагодарить за то, что поддерживаете нас, ставите лайки, пишите прикольные дельные комментарии, пишите негативные комментарии. Все это интересно читать, поверьте. Мы реально читаем это все время, обсуждаем, стараемся выжать из этого реально такое зерно и двигаться вперед вместе с вами. А сегодня мы поговорим о швейцарском бренде ON. И чтобы сделать реальную прикольную передачу, мы приехали, собственно, в Швейцарию. И здесь я потестировал эти кроссовки, я побегал в них, ходил в них всю неделю. И сегодня у меня есть, что вам рассказать об этом. Погнали! Прежде чем начать рассказ... Не знаю, вам слышно эту джазовую музыку. Здесь просто свадьба происходит и играет музыка живая. Очень прикольно. Ребят, прежде чем начать рассказ о самих кроссовках, хотел бы поделиться впечатлениями о стране. Мне здесь очень понравилось. Я был впервые в Швейцарии. Посетили мы достаточно крупные города. Ну, точнее, основные. Это Цюрих, Берн и Люцерн. Кроме этого, мы были во всяких небольших городах. Вот живем мы в Чаме. Здесь рядом находится Цук. Но это неважно. В принципе, здесь везде. Очень красиво и очень круто сочетаются горы с озерами. Просто неповторимый вот этот пейзаж швейцарский. Такое единение с природой. Здесь очень чисто. Здесь очень так уютно. Очень, знаете, неторопливо все сделано по правилам. Здесь разделяют мусор и реально прям четко, даже, наверное, слишком следят за этим. То есть нас предостерегали просто, типа, не выкидывайте неправильный мусор, иначе будет штраф. И там превышение скорости – это огромный штраф и так далее. Но это много где есть в Европе. Но здесь именно придерживаются этим правилам просто очень строго. И, с одной стороны, когда сюда приезжаешь, сразу же думаешь, типа, блин, ну как это так? Типа, блин, ну так запариваться по таким мелочам. Ну, как бы хочется немножко даже как будто идти наперекор. Ну, попробовать что-то дать им свободу. Знаете, когда была такая история, что Пелевин, по-моему, рассказывал, что когда он стоит на светофоре, и, ну, нет машин, а красный свет, и он переходит, допустим, и другие жители Европы, там, я не помню, о каком городе шла речь, и они тоже начинают идти вслед за ним, что, типа, вот кто-то пошел, и я тоже пойду. И он писал, что так здорово дарить людям свободу. И здесь вот подобное ощущение, что они очень скованы этими законами. Но, с другой стороны, это придает им такую, знаете, вот все швейцарские продукты, которые я знаю, это шоколад, там, не знаю, сыр, часы. Ну, вот все, что швейцарское, именно чем они славятся, это просто нереальный, суперкрутой уровень изделия. И если говорить о кроссовках, то по-любому швейцарские кроссовки также должны быть такими же уникальными, крепкими, прочными, долговечными, да. И в бренде ON это здорово, можно отследить именно вот этот подход, потому что швейцарские кроссовки, конкретно кроссовки ON, это вот просто не зашквар, вот просто ни разу, вот совершенно ни разу. Потому что, во-первых, их очень мало, их, по-моему, мне сказали, что на следующий сезон 2 миллиона пар они на весь мир собираются сделать. Ну, это крайне маленький тираж вообще на весь мир, да, если учесть, что они продаются по всей Европе, в Америке. И все это, кстати, с 2010 года прошло отметить, что всего за 7 лет они развились и стали такой же международной компанией. Они выиграли очень много всяких премий на выставках, на всякие открытия там в беге. Вообще бег это их основная такая цель. Мне кажется, вообще бренд такой вот чисто беговой, потому что, собственно, его и основали призеры, да, там, дуатлона и настоящие бегуны профессиональные. И вот эта клауд-тековская подошва, технология, которая запатентована брендом ON, она как раз и служит для того, чтобы сделать ваш бег максимально комфортным. И фишка этой подошвы еще в том, что, знаете, она предназначена как бы для любого стиля бега. То есть вы можете бегать правильно, можете и неправильно бегать. И эта подошва помогает простить вам ошибки какие-то, то есть прощает вам ошибки, собственно. И еще прикольно то, что она обладает не только вертикальной амортизацией, как многие бренды делают, подошву с вертикальной амортизацией, а также с горизонтальной. Это очень заметно, когда вы бежите, например, со склона вниз. То вот этих вот травм вы можете избежать при беге на кроссовках ON. Я не знаю, вам слышно, как колокола бьют в этой церкви? Я извиняюсь за звук, мне просто хочется именно передать немножко атмосферу, то, что здесь происходит. Может, на YouTube заблокируют за колокола. Ребят, ну, здесь реально очень круто, и кроссовки реально прикольные. Давайте посмотрим, что внутри коробки, потому что там реально прикольно. Вот так вот они выглядят, черного цвета, с брендингом. Внутри находится принт с облаками, который рассказывает нам о технологии Cloud, именно той самой, которую запатентовали ребята, и которая, в принципе, и отличает их кроссовки от остальных. Модель называется Cloud Flyer. Вот такая вот у нее Cloud Tech технология подошвы, как и во всех остальных кроссовках, просто они отличаются тем, что разная плотность вот этого, да, разные размеры вот этих ячеек. То есть есть мягкие, есть средние, есть твердые. Вот это среднее. Применяется меш, сетка совместно с другим таким синтетическим материалом, у которого, кстати, есть такие прорези вентиляционные. Здесь пятка синтетическая, вот эта вот сетка используется. Весь нос сделан из сетки просто, которая просвечивается на свет, на просвет. Она очень круто дышит. Используется очень много здесь таких вот проклеенных швов, петли в стиле Nike Flywire, а дальше идет обычная шнуровка. Такой вообще необычный крутой дизайн. Сейчас мы перемещаемся в солнечную Грузию, где Артем сделает тест кроссовок Adventure Peak. Это модель, которая создана для того, чтобы бегать в горах. Это трейловая версия. Мы находимся в городе Тбилиси, столице Грузии. Погода шикарная, солнышко светит, город рассвел. Весна, уже скоро лето. Вот, пожалуйста, цветочки уже цветут. Красочные, яркие, розовые цветы. Весь город наполнен зелеными красками. И сегодня, естественно, у нас будет обзор кроссовок. Нас попросили сделать обзор кроссовок On, швейцарский бренд, подарили нам по паре с Никитой. И, в общем-то, я подумал, что нужно рассказать про них, потому что я не увлекаюсь трейловым бегом, а это трейловая версия, то есть кроссовки для бега в горах. Эта модель называется Cloud Venture Peak. И они, кстати говоря, стоят в районе 230 франков. Можете посмотреть, сколько это будет в рублях. Я решил сделать обзор и взял их в Грузию. Мы были в Казбеге, в Саванетте. Это горные районы Грузии. Но, к сожалению, там не удалось записать обзор, потому что была пасмурная погода, лил дождь. Вот решили остановиться на Тбилиси. И уже я в них ходил, бегал, могу рассказать какие-то потребительские свойства. В общем, дать свою какую-то, пускай субъективную, но какую-то акценку. Поэтому я предлагаю приступить. Сейчас расскажу чуть-чуть про них. Вообще расскажу чуть-чуть, может, про Грузию. И на этой мажорной ноте мы с вами потом уже попрощаемся. Ну, погнали! Кроссовки для трейлового бега должны быть легкими. И они должны быть удобными. В принципе, эти кроссовки вмещают в себя оба этих параметра. Они реально легкие и удобные. Хорошо сидят на ноге, очень плотно ее облегают. Не натирают нигде. И, в принципе, не жмут. То есть, вот я их надел первый раз, когда пошел сразу. Мы в Казбеге были. Пошел лазить по горам, по скалам. И вообще без проблем. Единственный их минус, несмотря на то, что они такие красочные и яркие, они достаточно марки. Вот мы были в горах в Казбеге. Это горный район Грузии. Я в них там ходил. Было пасмурно, шел дождик. Было грязно. Они запачкались. Я их отмывал. Но, тем не менее, полностью отмыть я их не смог. Ну, наверное, все кроссовки обладают подобными свойствами. Но об этом я не мог вам не рассказать. То есть, достаточно марки в том смысле, что просто яркого цвета. Вот. По подошве. Смотрите, если вы бегаете, то кроссовки должны обладать хорошей цепкостью. То есть, они должны держаться. Потому что в горах все-таки грунт довольно рассыпчатый. Это могут быть камни, какие-то мелкие, более крупные. И они должны хорошо фиксировать ногу. Там бывает еще и грязь, как я уже сказал. То есть, если льет дождик, земля становится скользкой. Поэтому здесь есть вот такие шипы на протекции, которые помогают дополнительной фиксации ноги в процессе бега. Здесь у нас такая интересная система облаков, так они называются. Это система запатентована компанией ООН. То есть, это вот такие вот штучки, облачка, да, которые позволяют амортизировать для того, чтобы смягчить удар о землю, когда вы бегаете. Помимо того, что у нас идет горизонтальная амортизация, у нас еще идет вертикальная амортизация. То есть, когда вы наступаете, они чуть-чуть отдают вперед, для того, чтобы было легче бежать. Мидсол сделан из гибкой пены, которая, несмотря на то, что она очень податливая и мягкая, закреплена здесь сердечником, который не видно. То есть, он находится внутри. Он обеспечивает дополнительную фиксацию стопы и увеличивает, скажем так, прочность кроссовка. Вверх сделан из водонепроницаемого материала, якобы. Почему якобы? Потому что так написано на сайте, когда мы были в Казбеге, я провалился в болото, несмотря на то, что это горы. Тем не менее, нашли там болотистую местность. Сразу кроссовки, естественно, промокли. Вот. Поэтому я думаю, что она водонепроницаемая только при дождливой погоде. Если вы там в воду наступаете, естественно, ноги будут сырыми. Здесь у нас такая резиновая прокладка, которая обеспечивает дополнительную надежность кроссовка для того, чтобы у вас носок не разбивался. Потому что в горах, если вы бегаете, в любом случае можете здесь пинать какие-то камни, чтобы он был дополнительно, скажем так, защищен. Вот эту резиновую накладку сюда поместили. Здесь брендинг ON с светоотражающими элементами, то есть в темноте будет видно. Здесь вот такая вот накладочка, которая обеспечивает дополнительную защиту и фиксацию именно пятки. Вот. Ну, как бы верх у нас сделан из такого мягкого материала, я имею в виду язычок, с отверстиями, которые позволяют вентилировать ногу. Шнуровка очень прикольная. Она сделана из такого синтетического твердого материала. И, в общем-то, я думаю, что они реально никогда не порвутся, эти шнурки. Они легкие, они удобные, они достаточно износостойкие, ну, по крайней мере, как мне кажется. Единственное, что вот пачкаются, но что поделать. И вот эти штуки стираются, говорят. Ну, не знаю, ребят, попробуйте купить и пробегите в них пару тысяч километров в горах, и мы поговорим с вами обязательно. И пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой модели. Я знаю, что в основном нас смотрят люди, которым важны лайфстайл-красотки. Но если у вас есть какие-то мысли по поводу этой вот конкретной модели трейловых кроссовок, может быть, какие-то ваши, не знаю, там, комментарии относительно того, какие могут быть здесь минусы, какие плюсы, оставляйте в комментариях, пишите, подписывайтесь на наш канал, смотрите, ставьте лайки. А мы, естественно, будем сейчас отдыхать, гулять под Белеси и наслаждаться природой. Все, всем пока!